Сегодня, как всегда, необычное видео. Покажу, почему для резки металла болгарка мне больше не нужна. Пару экспериментов и сделаю интересный проект. Даже два. Здравствуйте, друзья. Привет-привет. Ребята, все началось вот с этого. С обычной консервной банки. Из содержимого сделаю себе стакан томатного сока с солью. А пустая банка пойдет в дело. Как можно осветить что-либо, согреться, приготовить еду или просто вскипятить воду, если нет кухонной плиты? Вариантов много. Я пойду самым простым путем. Пока нужно просто пламя. А для него нужна тяга. Понижение давления, способствующее потоку воздуха или дымовых газов через вентиляционные каналы, дымоходы и топки. Смотрите, если источник пламени поместить в трубу, ничего особенного не происходит. Пламя небольшое, ненаправленное. Но если добавить правильный поток воздуха, а? Просто вихрь. Эффективность-то возрастает без каких-либо вентиляторов, поддувов и увеличения площади горения. Как я резал эту трубу из кварцевого стекла? Это вообще отдельная тема. Как-нибудь покажу в других видео. Решил пойти дальше. Попробовать сделать парогорелку из консервной банки. Говорят, она может работать больше часа, а хранится десятилетиями. Немного меньше глубины банки нарезал полоски из обычного картона. Он будет в качестве элемента горения, наподобие фитиля. Конечно, должно быть и само топливо. В качестве него будет обычный парафин из чайных свечей. Плавил феном, долго и мучительно. Но зато парафин не перегревается и не горит. Дешево и сердито. Все полоски картона просто закрутил в рулон и поместил в банку. Ну и конечно же, все это залил расплавленным парафином. Доливая его по мере впитывания в картон. Чуть позже в видео протестируем, сколько и как она горит. Но на этом я тоже не остановился. Решил сделать все по-взрослому. Для проекта сначала хотел взять толстостенную, давно валяющуюся трубу. Но у нее огромный вес. Решил все же делать из полутора миллиметрового листа металла. Вот такие элементы. Выкройка усеченного конуса и кольцо. Между собой я их приварю. Из этого листа делаю отрезок трубы. С одной стороны листа отверстия по всей длине. Они для вторичного воздуха и для дожига и воспламенения перводинных газов топлива. Вторичный воздух параллельно будет поступать снизу вдоль этой трубы вверх. Будет нагреваться и выходить в эти отверстия. Снизу заглушка с отверстиями. Для первичного воздуха она позволит топливу тлеть. Можно сделать регулируемую подачу первичного воздуха, но это пришло в голову только после съемок. Из более большого листа тоже сделал трубу. Но сама труба уже больше по диаметру. Отверстия расположены внизу, а не сверху. И сами отверстия на 40% больше, чем предыдущие. После сбора всех элементов и зачистки швов все готово. Конструкция печи весьма интересная, так как она позволяет сжигать пиролизные газы и ее КПД намного выше. Сегодня тоже испытаю, как она горит и сколько по времени. Но я решил сделать к этой печке крутую необычную насадку. Об этом чуть позже. Сейчас по многочисленным просьбам уделю немного внимания новому для меня инструменту, который недавно у меня появился. Как было бы здорово резать металл просто движением руки и чтобы палец не перегревался. Все возможно. Для этого тоже нужен воздух. Много воздуха. Компрессор-вихрь. Маленький да удаленький. Сегодня что-то все вихревое. У него все как у больших. Но он намного интересней для маленькой мастерской. И у него есть все, что мне нужно. На голове два поршня. Теплоотводные радиаторы на медных трубках. Наверное, чтобы не было конденсатора. На каждом поршне свой фильтр. Смотрите, тут везде радиаторы. Куча разных выходов и есть быстросъем. И, конечно, предохранительный клапан. Вот он он. Маленький плазменный резак. В нем также есть регулировка входного давления воздуха. Не стал экспериментировать с производителем. И как мой сварочный аппарат, это тоже Ресанто. Горелки бывают разные. Тут горелка с пилотным поджигом дуги. Это когда не обязательно касаться металлогорелкой для поджига. Внутри есть сменные расходники. Такие как сопло и внутренний электрод. Стоят они совсем недорого и есть везде. А это большой плюсик. Ребята, специально для вас я договорился с Ресанто. И по промокоду железо у вас будет скидка 10% на их сварочное оборудование. Ссылки будут, вы знаете где. Всегда хотел сделать это. Алюминиевую банку за секунды просто в труху. Следующий слиток цинка толщиной 6-7 мм. Тот, что недавно выплавлял из карбюраторов. Помните видео? Просто одним движением руки. Листовой алюминий быстро и просто. За секунды. С толстым сплавом алюминия тоже никаких проблем. Но вести надо, конечно, уже медленней. Нержавейка толщиной в 1 мм. Режется, как горячим ножом по сливочному маслу. По шаблону, конечно же, резать намного удобнее и качественнее. Попробовал по шаблону елочку. Но, конечно, зря я под металл положил дерево. Ведь температура в максимальной точке достигает до 8000 градусов Цельсия. Резать плазмой это действительно необычно, очень удобно и быстро. Дым от дерева режет глаза. Режу и плачу. От счастья. Так, полезным инструментом поделился. Вернемся к проекту и испытаниям. Вырезал два кольца диаметром 160 мм, для насадки которая будет увеличивать тягу и формировать огненный торнадо. Тем самым увеличивать эффективность свечи и печки. Я нарезал 20 одинаковых полос. Они будут формировать тягу, я надеюсь. А следовательно и торнадо. Даже маленький костер устроил на верстаке. Но все в порядке. Все потушил. Эти пластины ребра по периметру колец устанавливаю под углом. Я рассчитывал вписанный в окружность многоугольник с равными расстояниями между ребер. От угла положения лопастей зависит поток воздуха, его количество и направление. Я разные варианты пробовал и оптимальной оказалась щель где-то в 1-2 мм. У меня было два варианта. Либо на втором конце вихревой насадки сделать такое же кольцо, как и снизу у основания. Либо сделать сужение, как на усеченном конусе. По-быстрому попробовал, как будет вести себя пламя в таком конусе. В маленькую банку налил немного очищенного бензина и установил в насадку. Оказалось, все же форма конуса не подходит и лучше будет устанавливать второе кольцо, чтобы ребра были параллельные друг к другу. Насадка получилась похожа на форму лопастей диаметрального или тунгенциального вентилятора. Все готово для испытаний, осталось только покрасить. Дождался вечера, чтобы было лучше видно. Количество топлива в печке где-то 75-80%. А свечку сначала поместил стекло. Работает все как задумывалось. Но еще и продолжительность горения интересна. Ребята, как обычно, кому понравилось, даем лайкосик, пишем коммент, подписываемся. Думаю, многим пригодится, если я оставлю все ссылки по этому видео и что в нем было в описании под видео и в закрепленном верхнем комментарии. Испытания печки и свечи показали отличные результаты. На неполной загрузке печка работала с постоянной мощностью около полутора часов. А мощность хорошая, вы сами видите, как большая комфорка на кухонной плите. На взгляд, под 2 киловатта. Свеча проработала около двух часов. Ну и мощность у нее, конечно, тоже меньше. Поэтому, наверное, и дольше. Наделаю себе их целую кучу, на всякий случай. Себестоимость всего буквально копейки. И все всегда готово сразу же к работе. Друзья, спасибо, что смотрели это видео. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok